В этом году в Тверской области откроется новая железнодорожная станция Ржевский мемориал. Она будет располагаться на 241-м километре перегона Ржев-Балтийский-Муравьёва. Место строительства, которое находится рядом с мемориалом советскому солдату, в этот четверг проинспектировал губернатор Игорь Руденя. В Ржевском районе побывала и наша коллега Наталья Чекет. Новый остановочный пункт будет находиться в 2,5 километрах от Ржевского мемориала советскому солдату. Это кратчайшее расстояние от железной дороги до музейного комплекса. После завершения строительства начнется регулярное транспортное обслуживание пассажиров по маршруту Москва-Ржевский мемориал поездами смешанной тяги. Для удобства гостей от платформы Ржевского мемориала будет организовано автобусное сообщение. Я уверен, что эта станция станет очень популярной не только для жителей Тверской области, но и для столичных гостей, для жителей Московской области. Мы видим большой поток туристов, уже больше полмиллиона людей посещают мемориал, приезжают иностранные туристы, наши граждане приезжают. Сейчас на участке ведутся земляные работы. Установлена трансформаторная подстанция, проложенная необходимой для строителей пути. Начато изготовление элементов пассажирской платформы и павильона. Железнодорожная платформа будет выполнена из композитных материалов. Технология ее устройства запатентована в России и отличается высокой скоростью сборки и повышенной устойчивостью. На этих фундаметрах будет стоять пассажирская платформа, которая, будем говорить, равносильно бетонным основаниям, которые также стоят на других станциях. Это наша запатентованная технология, которая уже применяется не так давно в России. Пантет нашей организации заменяет бетон, ускоряет процесс выполнения работы и выдерживает очень большие нагрузки, которые необходимы в нашей жизни. С марта по апрель на объекте установят опоры ограждения, освещение, перроны и табло. Планируется провести благоустройство и озеленение территории. На самой станции обустроят платформу с навесами, а в здании вокзала будет расположен зал ожидания, где предполагается создать музейную экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне. И все новые объекты будут созданы в едином стиле с Оржевским мемориалом. Стилизация пассажирского павильона, стилизация благоустройства выполнена совместно с теми объектами, которые возникли Оржевского мемориала. Здесь сохраняются все те же моменты, которые там. Мы даже просмотрели это с точки зрения уличного освещения. Абсолютно будет похожий объект и выдержан будет единый стиль. Кроме того, для автобусов создадут разворотную площадку, стоянку и остановку. После осмотра строительства станции глава региона сказал, что со стороны Тверской области будет организована транспортная инфраструктура. Дополнительная стоянка для автомобилей, чтобы развести транспортные потоки. Кроме того, началось проектирование мостового перехода через железную дорогу, который позволит не прерывать движение автомобильного транспорта и повысить дорожную безопасность на данном участке. Завершить работу и открыть транспортное сообщение планируется в мае 2021 года. Все идет по плану у нас. Планируем к началу мая уже запустить движение совместно с РЖД. Но я уверен, что это будет еще одним вкладом в развитие нашего проекта, памяти наших героев. На следующем этапе начнутся работы по реконструкции железнодорожной ветки от границы Московской области до станции РЖД. В том числе в части ее электрификации, обустройства пассажирских платформ и остановок по ходу следования поезда «Ласточка». Субтитры создавал DimaTorzok